И снова всем здравствуйте, друзья! Сегодня у нас среда, температура плюс 11. Я вышла гулять с вами в парке сегодня на острове Уайт. Меня зовут Галина, и давайте мы с вами сегодня затронем несколько тем, которые, я думаю и надеюсь, будут интересны для вас. Ну, во-первых, друзья, я бы хотела еще раз обратить внимание тех, кто смотрит мой канал и не подписался. И как это ни странно, таких у меня больше 70% на канале. Поэтому, пожалуйста, пожалуйста, подписывайтесь, друзья, на канал. Что сегодня будет для вас у меня на моем видео? Во-первых, я хочу рассказать последние новости, которые здесь у нас по коронавирусу происходят. Последние новости вообще в Англии. Ну и, конечно же, последние новости из моих, которые касаются непосредственно меня. Итак, поехали. Последние английские новости. Прежде всего, это, конечно же, опять коронавирус. И наш здесь жесткий локдаун. Я хочу еще раз подчеркнуть для тех, кто спрашивает, почему так все пустынно, почему нет людей. Ну, наш остров, конечно, он и так достаточно уединенный. Здесь нет таких толп, как в больших городах. Ну и еще к тому же сейчас объявлен очень жесткий локдаун. И это не просто так. Это не шутки, друзья. Потому что я уже вам говорила несколько раз, рассказывала ситуацию. Мне не хочется возвращаться к этой теме. Но так или иначе, она просто жизненно важна. И необходимо, наверное, к ней опять вернуться. Вот сейчас говорят то, что первая волна прошла, началась вторая волна. Кто-то там еще что-то рассказывает нам по поводу коронавируса. Я могу сказать по своим ощущениям, что это все полная ерундистика. Потому что никаких тут волн нету. Здесь просто поселился этот вирус. Он пришел на планету. Он пришел к людям. Я говорю свое видение. Как говорится, я не утверждаю. Но вот то, что я чувствую, я и говорю. Что я стараюсь гулять как можно дальше от людей в каких-то таких местах, где не много мне навстречу попадается прохожих. Второй момент причины жестких ограничений и жесткого локдауна в Англии. Именно это то, что сейчас, уже, наверное, месяц назад, обнаружен здесь, именно в Англии, впервые мутирующий вот этот вирус, который уже мутировал за этот год. И который еще более страшную поражающую способность имеет. И от него на 30% больше смертей, чем вот был обычно. Сначала его обнаружили здесь у нас в Британии. Теперь говорят, что и в Австрии, и в Германии, и в Италии, и в Испании. Ну и, наверное, во многих европейских странах его стали обнаруживать так же. Я даже слышала последние новости, что этот мутирующий вирус из Британии, его обнаружили так же и в России. Я-то вообще-то никого, ни к чему не призываю. Я не призываю вас всех сидеть по домам. Я знаю, например, что в России все гуляют. Вот что меня вообще-то, конечно, поражает просто. Знаете, хочу вам сказать, что я еще как-то куда-то езжу, хожу с вами. Вы же видите, что я вам на природе постоянно снимаю в каких-то городах эти видео. Я постоянно хожу в магазины, в супермаркеты. Но вот мои, например, соседки, и одна, и вторая. Одной 50, одной 72. Они вообще никуда не ходят. Они заказывают продукты на дом. Что касается прививок. Нам объявили еще месяц назад, что больше 10 миллионов британцев привито. Но вот сейчас я уже не слежу. Я не знаю, сказать по правде. Мне надоело тут держать руку на пульсе, потому что все эти устрашающие там истории слушать даже не хочется. Но вот я знаю по себе, например, что мне приходит уже третий раз письмо. Меня приглашают. Уже дошло до моего возраста 60+. Вы же знаете, что в Британии начали с самых пожилых. Сначала делали вакцину 90, потом 80, потом 70, и вот сейчас 60. Вот как-то так. Ну и вот уже дошла очередь до возраста 60+. Мне один раз прислали. Я им позвонила и сказала, что я не хочу. Я не согласна, я отказываюсь. Это же добровольно. Да, 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 сказали. Мы больше вас беспокоить не будем. Тем не менее, вот спустя месяц мне пришло по почте опять письмо, где они, вы знаете, просто настаивают. Так вот, знаете, как говорится, добровольно, но получается в скобочках принудительно. То есть они прям пишут, что это, конечно, по вашему усмотрению, но вы должны. И дальше то, что я должна на двух листах. Как я должна прийти, как я должна подготовиться, что с собой принести. Когда второй раз мне пришло письмо, и там телефон указан их службы, что якобы если я не желаю, то я должна позвонить, отказаться. Ну вот я позвонила, хотела для себя прояснить ситуацию, и спросила, а какой именно вакциной вы будете меня прививать, и вообще есть ли у вас какие-то данные, показатели, что я должна дальше делать. Говорят, что это же двухфазный укол. Когда будет вторая фаза, когда будет укол второй. Они сказали мне, что, во-первых, какой именно вакциной вы будете привиты, мы вам сказать не можем. Все это у нас, на какую попадете, какая будет в наличии, когда вы придете, такую вам и вколят. То есть я поняла так, что вот то, что они говорят, это у них, получается, данных нет никаких. Ну вот единственное, что они хотят, конечно, обезопаситься, чтобы у них полностью не рухнула экономика в стране. Они хотят привить всех, возможно, даже с какими-то последствиями для некоторых, но основная масса населения будет привита. И, судя по новым, вновь открывшимся обстоятельствам, я была права. Ну то есть вы знаете, друзья, что произошло с вот этой вот вакциной AstraZeneca, которую сделали в Британии, в Оксфорде. Так вот сейчас от этой вакцины AstraZeneca отказались уже несколько европейских стран. Я знаю, что первые, по-моему, если я не ошибаюсь, это в Австрии забили тревогу, когда у них 4 человека умерло после прививки AstraZeneca. И сейчас вслед за ними отказалась Германия от этой вакцины AstraZeneca, отказалась Франция, и, по-моему, еще отказалась какая-то европейская страна. Сейчас это пойдет, знаете, как домино, так что, может быть, еще у меня последних данных нет, но, видите, люди стали отказываться, страны стали отказываться от этой вакцины. Так что, друзья, вот так я немножко рассказала вам опять о том, что происходит в Британии. Ну, возможно, вы и сами знаете, а если кто не знает и не уверен в том, что я говорю, это можно сейчас все прекрасно открыть в интернете и почитать. Я почему-то почти уверена, что начнут спрашивать, что привился ли ваш премьер-министр Борис Джонсон, а привилась ли королева с ее мужем, как там по поводу британской семьи. Ну, вы знаете, говорят, что да, что королеву привили уже, что и принца Филиппа, ее мужа, которому 99 лет, я о нем попозже расскажу. Но у меня почему-то все это вызывает большое сомнение. Понимаете, мы не видели этого и утверждать точно не можем. Это что касается королевы и королевской семьи. А что касается Бориса Джонсона, то он не прививался, и он говорит, что так как он переболел, а он действительно переболел в прошлом году, он переболел коронавирусом, то ему не надо, у него антитела. Ну, и, коль скоро уж я заговорила о королевской семье и о принце Филиппе, мужа нашей королевы Елизаветы, которому должно исполниться, по-моему, в начале июня месяца 2021 года, ровно 100 лет. Представить, конечно, просто невообразимо это все. Вот, но получилось так, что вот он больше месяца назад вдруг неожиданно почувствовался плохо, попал в больницу, ну, у них там своя специальная королевская больница. В больнице 99-летнему, еще раз повторяю эту цифру, 99-летнему принцу Филиппу была сделана операция на сердце, что у него что-то там такое было с сердцем проблемы. Ему сделали операцию на сердце. Все прошло успешно, все очень хорошо, и врачи были довольны, но оказалось, что у него еще какая-то инфекция. Они не говорят, какая именно, но вот какая-то инфекция, чего они, в общем-то, не ожидали, и поэтому ему пришлось задержаться в этой больнице чуть больше месяца. И вот сейчас, как нам сообщают источники, он уже в прекрасном состоянии для его лет, выписан из больницы, и, значит, когда у него там журналисты брали интервью, то он сказал, что я так долго пролежал в больнице, целый месяц, это, пожалуй, первый раз в своей жизни я так долго лежу в больнице. То есть, вы представляете, человек в 99 лет впервые попал на месяц в больницу, а до этого он имел такое здоровье богатырское, надо сказать, да, что он и в больнице-то не бывал больше, чем месяц. Это просто для меня было, опять же, поразительно. Дай бог, как говорится, каждому бы такое здоровье, как у этого принца Филиппа, и дай бог ему дожить, конечно, до своей юбилейной даты. Ну и, конечно же, я хочу вставить свои пять копеек вот в моё видение интервью Меган Маркл и принца Гарри, американской телеведущей, о Привинфри. Это, кстати, миллиардерша, одна из самых популярнейших телеведущих в Америке. Так вот, как вы знаете, Меган Маркл и принц Гарри дали ей интервью, очень скандальное. И Меган Маркл там, пытаясь вызвать жалость зрителей к себе, рассказывала, какая она несчастная, и как её там травили во дворце, и что там говорили, что вот непонятно, кто у неё родится, какого цвета будет малыш. И она очень переживала, и хотела руки на себя наложить, и в общем бля-бла-бла-бла-бла. Так вот, во-первых, хочу отметить, что это интервью было сделано не просто так. В источниках пишут, что от 7 до 9 миллионов долларов они получили за это интервью, ни много ни мало. И что это самое дорогостоящее интервью в карьере вот этой вот Опри, Уинфри, телеведущей. По этому поводу, конечно, наверное, вы уже знаете всю информацию. Много кто уже высказался. И, например, я вот не видела на BBC никого, кто именно поддержал бы Меган, и кто бы её бы пожалел. И сейчас даже на принца Гарри стали смотреть по-другому. Раньше он был здесь любимчиком английской публики. Знали, что он такой, в общем, после смерти матери, потерявшийся в жизни, и что он пытался как-то восстановиться. И вот даже его отец, принц Чарльз, не смог ему никакую поддержку дать. И принц Чарльз, в общем-то, говорил тоже, что будет хорошо, если Гарри найдёт себе сильную женщину, которая сможет его поддержать. Ну, и оказалось, что, наверное, слишком сильную женщину выбрал для себя Гарри. Она его просто подавила и увела из семьи, поссорила с братом, и чего она только не сделала. А Гарри у неё покинул страну даже из-за вот этих вот всех прихоти Меган Маркл. Недаром же её называли Вольфрамовая леди, даже не Железная, а Вольфрамовая. Вот такая вот эта странная Меган Маркл. Ну, и мало того, что это интервью было платным, и мало того, что оно вышло в совершенно неподходящее время, и даже этот королевский британский двор пытался обратить внимание этой журналистки и всего канала американского, когда хотели выпустить это интервью, то их предупредили, что не очень хорошее время, потому что в настоящий момент плохо очень себя чувствует принц Филипп. Это может сказаться тоже как-то неблаготворно на его здоровье, не дай бог он об этом узнает. Но вот это всё было проигнорировано. Главное, конечно же, деньги. Деньги от показа этого интервью и от показа той рекламы, которая в течение всего этого интервью там шла. Говорят, что тоже вот это вот этот канал телевизионный, он запросил огромные деньги для показа рекламы во время этого интервью. Но и это ещё не всё. И то, что Меган там пыталась рассказать, что вот кто-то там, когда она была беременна, намекал, что кто же у неё родится. Она, как ни странно, не сказала конкретно, кто это её так травил и кто именно вот так позволял себе сказать. То есть получается, понимаете, что можно, ну, ври, как говорится, мели и меля твоя неделя, лишь бы деньги платили. Потому что если бы ей кто-то конкретно сказал, она могла бы это сказать тоже конкретно в своём интервью. Но она ни одного имени конкретно не назвала. И понятно, конечно, что королевская семья отнюдь там не белые они и не пушистые. И у них там тоже хватает всяких склок. Так ведь и сама Меган Маркл, как говорится, тоже не белая и не пушистая. В конце концов, смогла женить на себе Гарри. И вот так вот стала себя вести. Ну и опять же, мы тут можем сказать, что на работе там, может быть, у неё завистники были какие-то, которые плохо о ней отзывались. Но получается, что она сумела подссориться также и со своей семьёй. Вот эта вот странная, скандальная история с её отцом, которого она не пригласила на свадьбу. Сказала, что он там что-то такое плохо на неё как-то что-то плохо сказал. А оказалось, что ничего там такого подобного. Оказалось, просто ей было стыдно за то, что он у неё там какой-то сильно выпивающий чернокожий мужчина-отец и что это бросит тень на неё. Но вот, как говорится, можно это даже было бы по-человечески и понять. Конечно, она вырвалась из грязи в князи, она вырвалась в королевскую семью, хотела туда всеми силами попасть и, конечно же, она убирала всё, что ей могло бы помешать в тот момент. Но нам не нужно было в принципе на отца-то грязь лить. Зачем давать эти интервью опять, что её там отец обидел, что её сестра обидела. В общем, у меня сложилось впечатление, что Меган Маркл далеко не подарочек. И если мне как-то раньше даже было её по-женски жалко, когда она была беременная, на неё были нападки со всех сторон из английской прессы, давление оказывалось. У меня даже есть ролик такой, сейчас посмотрите, кто желает. Но сейчас я понимаю так, что эта женщина себе на уме. Ну и ещё меня удивило, конечно, это интервью именно тем, что она плакалась, что её там обижают в королевской семье, что ей не разрешают одеваться так, как она хочет, что за ней там постоянно следят, что её там травят. И в конце концов она настояла на том, чтобы уехать вообще из страны. она забрала свою семью, забрала сына и мужа и уехала. Я именно так это понимаю, что это она забрала. И забрала Гарри, и, конечно же, сына, и она уехала. Так вот, её после этого уже королевская семья не трогала. Ну и как бы пусть живите себе, уехали и живите. Но вдруг оказалось, что их лишили всех их титулов, на которых Меган Маркл, наверное, думала, что она будет давать какие-то интервью, какие-то выпускать продукты, выпускать какие-то сувениры со своими вот этими вот титулами королевской семьи, которые были им подарены. Оказалось, что королева лишила их титулов. Раз вы уехали из страны, значит, все титулы извините, мы забираем обратно. И поэтому они остались без средства к существованию. А, и, кстати, даже им там вот это вот годовое какое-то жалование, несколько миллионов фунтов стерлингов, им тоже было отказано в нем. И получилось так, что они-то сами зарабатывать не привыкли, не умеют и никогда не зарабатывали. Иду мимо. Посмотрите, что нашла опять в кустах. Чью-то палатку. Даже не пойму, пустая она или кто там живет, не живет. неужели это такую белую красивую палатку себе бомжи тут установили на берегу. Она вскрыта здесь от посторонних глаз с кустами. Не знаю, не знаю, друзья, может быть, просто кто-то из туристов, хотя туристов здесь тоже нет. Так вот, на мой взгляд, если уж вы уехали, плохо там было им в королевской семье, не хотели они соблюдать дресс-код и все остальные правила, которые требуют у них там этикет королевской royal family. Ну, так тогда и живите сами, зарабатывайте сами свои деньги. Как-то вы карабкиваетесь, вы же молодые, энергичные. Оказалось, что нет, не так-то это и просто, денежки зарабатывать и жить припеваючи во дворце, когда за тебя платят и у тебя там сотни слуг вокруг, а тут вдруг раз и оказались в чужой стране без средств к существованию. И через год ничего другого не нашли наши сильные, очень умные и хорошо стоящие на ногах, как они думали, Меган и Гарри. Ничего они не нашли лучшего, как опять вернуться через год. Все к той же самой семье. И вот таким вот образом взялись зарабатывать деньги, давая интервью вот такие вот скандальные и скорее всего не подтвержденные абсолютно никакой толковой правдой. королеве пришлось отреагировать, вот они сказали, что совершенно это все неправда и все это выдумано, все это интервью. Ну и вот так вот некрасиво закончилась вся эта история. Вот такие друзья истории сегодня у меня для вас вот такие вот новости английские. Опять же я жду ваших комментариев, я жду вашей реакции, нравится ли вам, не нравятся мои видео, вот такие вот с вами болталки. Пожалуйста, ставьте пальчик вверх или пальчик вниз. Для меня будет понятно, нравится вам это или нет. Я хочу все-таки услышать вашу реакцию. Ну а на этом на сегодня я с вами прощаюсь, друзья. Я пойду дальше гулять по берегу красивого океана. Всего вам доброго, еще увидимся, услышимся, берегите себя, всем здоровья, пока-пока. пока-пока.